Анализируя сезон, можно сказать, что, конечно же, основную конкуренцию на трассах для всех участников чемпионата составляли французские пилоты. Именно французы Прима, Ля Пьер и Солиньон почти весь сезон вели между собой борьбу за титул вице-чемпиона, потому что чемпионский титул был достойно отдан Джемми Грину за четыре гонки до финиша сезона. Единственный немец, который составлял достойную конкуренцию британцам и французам, Нико Росберг, на время выбыл из борьбы из-за страшной аварии. Среди новичков также главенствующие позиции занимает французский пилот Франк Перера. Более миллиона зрителей увидели воочию, впрямую на автодромах гонки европейской серии Формулы 3. Джемми Грин действительно был темной лошадкой до самой середины сезона. В 2002 году он завоевал титул вице-чемпиона британской Формулы 3. В европейской серии Формулы 3 за рулем он оказался полтора года назад, когда заменил на одной из гонок Бруно Спенклера. И тогда же, в первой своей гонке в европейской серии Формулы 3, на страшнейшей трассе в По он смог прийти третьим. Именно этот подиум привлек внимание к Джимми Грину спортивной общественности. Именно после этого Джимми Грин был приглашен в качестве основного пилота во французскую команду АСМ Формуле 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сухая статистика говорит о том, что реальных конкурентов для Джимми Грина в европейской серии Формулы 3 попросту не был. Он выиграл чемпионство почти в два раза, опередив своего напарника по команде Александра Прима. В апреле 2005 года вы увидите все снова. Обгоны и вылеты, радости и слезы, брызги шампанского и молодых пилотов в красивой борьбе в одной из самых захватывающих гоночных серий Европы. И мы будем ждать появления российских имен на европейских трассах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА